Добрый день, дорогие наши ценители православного кино! Попытки создать анимационное, то есть мультипликационное кино всегда вызывают особый интерес у зрителей. Особенно, когда этим занимаются дети. Они любят не только смотреть, но и создавать мультики своим воображением и умением рисовать образы своих героев. Одним из таких опытов и делятся герои фильма режиссера Елены Дворецкой «История одного колокола». Сама по себе история писателя-священника Николая Агафонова очень интересна с литературной точки зрения. Рассказ действительно детский, но и взрослым его интересно перечесть. А вот дети сумели рассказать эту историю языком красок и своего детского пересказа «Удивительной истории одного колокола». Субтитры создавал DimaTorzok На одной очень высокой колокольне, которая вместе с храмом стояла на живописном берегу, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Старшего сына звали Бом-Бом, он весил семь с половиной пудов. Старшую дочь звали Бем-Бем, она весила целых три пуда. А ее младшего брата звали Бем-Бем, и он весил один пуд. А были и совсем малыши по нескольку килограммов веса, Динь и Делинь. Надо заметить, что для праздничного звона и эти малыши не были лишними. Да разве может кто-то в дружной семье быть лишним? Колокол Папа трудился больше всех. Начинал он всегда первым, и долго его могучий бас разносился над волжскими просторами. Бом-Бом-Бом. Затем, как бы робко ему, начинала вторить мама колокол. Бом-Бом. Подхватывали звон и старшие братья и сестры. И сразу же начинали веселый перезвон малышей, которые просто заливались неудержимым, звонким и веселым смехом. Динь-ди-линь, динь-ди-линь. Так было здорово и радостно, и вся семья была счастлива. Сначала вы начнете с общего плана. А где эта колокольня-то была? Что за местность? Берег реки Волги. Как он выглядел? А какие там были ли там дома? Или там была дальше степь? Вы должны сейчас, каждый в своей голове, никто друг к другу не смотрит. Потом мы из ваших фильмов возьмем что-то общее и сделаем один вот такой большой сценарий. Начнем мы с самых маленьких наших. Двое подходят, не толкаются. Аня и Полина. Полина, иди сюда. Куда ты под стол полезла? Расскажи мне колокол. Расскажи мне колокол, расскажи. Все, что было на душу, положи. Ты поведай, колокол, сколько лет Разносился голос твой по земле. Расскажи мне колокол. Расскажи мне колокол, расскажи. Бим-Бим был очень мечтательным ребенком. Целыми днями он наблюдал с высокой колокольни, Как по Волге шли пассажирские пароходы и буксиры, Которые тянули за собой огромные баржи. На носу пароходов и буксиров Висели сверкавшие начищенной медью колокола. Что это за колокола? Спрашивал он у отца. Это корабельные рынды, сынок. Наши дальние родственники. Как я хотел бы быть рындой, вздыхал грустно бим-бим. Тогда бы я плавал по разным странам, Много бы всего навидался. Быть церковным колоколом очень почетно, Говорила мама колокол. Ведь мы зовем людей на молитву, И значит служим Богу. А выше этого служения ничего нет на земле. Мне уж наскучило это служение. Каждый раз одно и то же. А на кораблях люди танцуют, поют, веселятся. Там жизнь интереснее, чем здесь, на колокольне. Как это одно и то же, Возмущался отец. Звон у нас все время разный, Для каждого случая особый. На большой праздник Малиновый перезвон. Великим постом Другой звон. На свадьбу тоже особый звон. Встречаем архиерея, И тут своя премудрость. А на похороны Там заупокойный перебор идет. Звон — это наша молитва Богу. Если ее исполнять с душою и сердцем, То она никогда не наскучит. Но Бим-Бим продолжал мечтать о том, Чтобы стать корабельную Рындаю. Недалеко от храма был причал. И Бим-Бим сумел познакомиться С одним корабельным колоколом. Рында хвастал, что спускается по Волге До самой Астрахани И бывал в Каспийском море. Чего я только не видал на своем веку, Всего не перескажешь. На самом же деле он был еще очень молод И служил на пароходе первый год. Но воображал себя Таким заправским морским волком. Как-то раз, проплывая мимо храма, Рында прокричал Бим-Биму. Послушай, Бим! В стране произошла революция! Наступила свобода! Храмы закрываются! И религия отменяется! Бим-Бим очень обрадовался этому известию И даже закричал Ура! А теперь я смогу стать Рындой? Конечно! Теперь каждый колокол должен стать Рындой! Мне больно слышать от тебя такие слова Сказал колокол отец Разве ты сейчас Не свободен? Но какая же это свобода? Когда я не могу звонить в то время Когда я сам захочу И как хочу Если все колокола будут звонить Когда захотят И как захотят Такой звон будет никому не нужен Это уже не молитва Объяснование безумцев Не слушай отца! Он отсталый и невежественный колокол И ничего не понимает свободе Вскоре на церковь повесили замок И в колокола перестали звонить Вот тебе и свобода Ворчал отец Виси себе Никому не нужный Бим-Биму такая свобода Тоже не понравилась Но все же он С затаенной надеждой Ждал Что вскоре придут за ним И отнесут На корабль Ну это я так понимаю папа, да? Да Очень такой жизнерадостный такой папа А это в шляпке в дамской Это наверное мама Да Хорошая идея с шляпкой Вот с косичками очень веселенькая такая Сестреночка Мне нравится Вообще мне нравятся ваши работы Они такие Экспрессивные То есть вы так смело работаете С цветом и с самой фактурой краски Я не знаю как это в фильме вы сможете использовать Масляная краска долго не высыхает И поэтому ей удобно делать анимацию И можно взять например Вот так вот ладошкой Еще вот так вот порастирать краску И она видите становится как будто Такое вот летнее небо Вообще колокольня же не одна Да обычно же у нее рядом храм стоит Ты проверь или так поверь Этой верой не обеднеешь Человек к человеку дверь Если ключ подобрать сумеешь Человек человеку дверь Может здесь ты найдешь ответ Как бесследно не кануть в лету Человек человеку свет Если сердце подкрыто светом Можно открывать глаз? Можно А я знаете как на первый урок пришла Когда я говорю Они такие все зажатые сидят Рисуйте смело Вы смелые художники Я их приучила считать себя смелыми художниками Ангел любви летит над землей Летит над землей Ангел любви летит над тобой Летит надо мной Прошло несколько лет И вдруг колокола услышали скрип ступенек на колокольне Они очень обрадовались Думая что идут звонить Наконец-то вспомнили о Боге Да и не могло быть по-другому Без Бога жить нельзя На колокольню поднялись сразу несколько человек Один сказал Эти самые большие колокола Будем сбрасывать прямо с колокольни Они же так разобьются Возразил второй Ну и пусть себе бьются Сказал первый Все равно их отправлять на переплавку Тут-то колокола и поняли Какая ужасная участь их ждет Папа-колокол молча упирался Но его все время постепенно продвигали к краю колокольни Когда колокол отец почувствовал Что ему больше не удержаться Он успел крикнуть Прощайте Мои родные Сейчас вы в последний раз Услышите мой звон Договорить он не успел И полетел вниз с колокольни Бум Глухо раздалось внизу от удара огромного колокола Об землю Прощайте, дети Сказала, заливая слезами колокол мать Через несколько мгновений Внизу раздалось глухое Бам И все смолкло Дети беззвучно оплакивали своих родителей Готовясь разделить их участь На колокольне был матрос Он подошел к бим-биму И слегка дернул за веревку его язык Раздалось печальное И звучное Бим Звук этого колокола похож очень на рынду Сказал матрос Пожалуй, возьму я этот колокол на корабль Наша старая рында недавно треснула Он снял колокол И понес его вниз Вот вроде бы и сбылась мечта бим-бима Но это его нисколько не обрадовало Заходило солнышко Красное, теплое Говорил селезоню Кляк на крыло Наклонил головушку Выдохнул горькое Он возлегши на землю Чтоб отлегало А сердечко билось Чистое, доброе И домой просилось В родное гнездо Птицею забилось Просилось На родину Только случилось Чему суждено С тех пор бим-бим Повидал много красивых городов и сел Вскоре это стало привычным И ничто не волновало его сердце Кроме одного Каждый раз, когда он проплывал Нима своей родной колокольни Все в нем сжималось В тоске и печали Еще задолго до приближения к храму Он узнавал родные берега И его сердце начинало Отчаянно биться Порою бим-биму начинало казаться, что Прямо сейчас на колокольни раздастся Отцовское Бум-бум И понесется сладостным родным звуком Над Волгой А затем отцовскому голосу Начнет вторить материнское Бам-бам Но колокольня молчала И это молчание Низводило в душу бим-бима Такую нестерпимую грусть Что предложи ему кто-нибудь Хоть еще один разок услышать Голоса его близких Он готов был за это счастье Навеки сгинуть в глубинах Волжской воды Вскоре Началась тяжелая война И бим-бим Вместе со своим матросом Воевал на боевом корабле Под Сталинградом И в самый разгар боя Когда кругом рвались снаряды И свистели пули Он услышал, что его матрос Молится Богу Это очень обрадовало колокол Корабль сильно качало И бим-бим качался вместе с ним С упоением продолжая слушать молитву Пуля летела прямо в матроса Бим-бим Решительно качнулся в ее сторону И при этом жалобно звякнув От удара свинца Матрос понял Что колокол защитил его от смерти И перекрестившись Поцеловал своего защитника Прошли годы Война закончилась Матрос уже был капитаном Большого пассажирского теплохода Но не бросил свой колокол Бим-бим Проплывая теперь мимо своей колокольни С огорчением видел Что храм потихонечку разрушается Прогнили купола Покосились кресты Провалилась кровля И осыпалась штукатурка Все, что помнишь, колокол, расскажи Сердце от беспамятства удержи Ты подай мне колокол, добрую весть Расскажи мне колокол, кто я есть Ты подай мне колокол, добрую весть Расскажи мне колокол, прозвони мне колокол Ты поведай колокол, кто я есть Вскоре капитан ушел на пенсию А заботу о колоколе Передал своему сыну Молодому капитану Но и молодой капитан Успел состариться И как-то раз, подойдя к колоколу Сказал Вот и все, старина Меня списывают на берег Но ты не бойся Я возьму тебя с собой Бим-Бим страшно расстроился Ведь он больше никогда не увидит свою колокольню Но то, что он увидел Подплывая к храму Его взволновало еще сильней Бим-Бим увидел, что храм начали ремонтировать Раз храм восстанавливают Значит, там будут служить Кто же там будет звонить к службе? Подумав это, Бим-Бим взмолился О, если бы только один раз мне дали позвонить к божественной службе Я готов за это принять мучительную смерть в плавильной печи Только один раз Капитан тоже заметил восстановление храма По прибытии в порт Он взял колокол И поехал к храму Когда Бим-Бима несли на колокольню Он плакал Но уже от счастья Когда его стали укреплять на звонниц Он заметил, что тут уже висят колокола Бим-Бим пригляделся И ахнул Едва не лишившись чувств Рядом с ним Его братья и сестры Они радостно приветствовали Бим-Бима Ну что, бродяга-романтик Наскитался на воле? Братья и сестры Я уже не надеялся вас увидеть Меня забрали к себе пожарные И я все эти годы Возвещал набатом о пожарах А я проводила время В тишине музейных залов Меня ты тоже не мог слышать Меня спрятала на чердаке Одноверующая старушка А вот меня ты мог слышать Я работала в школе Звонить на перемену Мне больше нравилось Да, сестренка Я действительно один раз Случайно слышал тебя Молись Богу, ходи в храм Молись Богу, ходи в храм Вот И это созвучно колокольному звону Вот это при этом и есть Если один колокольчик вырывается Неправильно он не впопадает И нарушается все пение колокольное В своих скитаниях я понял одно Казал Бим-Бим Нет ничего лучше и краше На всей земле Чем служение Богу И вот за многие годы Впервые на колокольне Начался звон Вместо отца Звон начал его старший сын И над волжскими просторами Понеслось Бом-бом-бом И вот уже его сестра Начала ему вторить Бэм-бэм Она очень старалась И поэтому у нее почти По-матерински выходило Бам-бам Вскоре В общий семейный хор Радостно и звонко ворвался голос бим-бима И на всем этом фоне голосов Старших братьев и сестер Залились мелодичным перезвоном Повзрослевшие малыши Динь-дили-динь-динь-дили-динь-динь-дили-динь Думаю, не надо говорить Как самозабвенно И с упоением Звонили после долгой разлуки колокола Ведь они себя вновь ощущали Дружной колокольной семьей Ангел любви Летит на земной Летит на земной Ангел любви Летит на тобой Летит надо мной Ангел любви Летит на земной Летит на земной А мне в руки Летит на тобой Летит на тобой Он душу младую В объятиях нес Для мира печали И слез И звук его песни В душе молодой Остался без слов Но живой И долго на свете Нарвилась она Желание черных полна И звук от небес Завидеть не могли И скучные песни Звучит Как видите В мультфильмах могут оживать любые предметы Трудно говорить о реальной памяти Тех или иных вещей Но в анимационном кино все возможно Кроме того В мультфильмах по-иному раскрываются Самые сложные образы Как например в нашем сегодняшнем фильме Действительно церковные колокола О многом могли бы рассказать Они были и остаются свидетелями строительства храмов Их жизни и дальнейшей судьбы Без колоколов трудно представить любое православное богослужение Но еще сложнее представить богослужение Без верующих людей Которым служат эти колокола Хотелось бы напомнить Что все фильмы кинофестиваля Покров Вы сможете посмотреть на нашем официальном сайте Который вы видите сейчас на экране С Богом, дорогие телезрители Мира, здоровья и любви Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok